Улетаю в теплые края, матрас надул, все, хватит работать. Ладно, ладно, шучу, а то сейчас поверите, Маргошек матрас нашла, старый на шифонере, говорит, надуй и все, будет там играть, какую-нибудь морскую игру. А мы сейчас будем разбирать сиденье, воздушное сиденье, граммер, вот тема сегодняшнего урока. Да, вот в прошлом видео я вопрос задал, и там народ сразу отписался, спасибо. Че, кого, там Павел Иванов мне скинул ссылку на WhatsApp. Подробно все, почему, как разбирать, что делать, вот сейчас попробуем вместе с вами, чего-нибудь получится, наверное. В чем проблема, кто не смотрел, в общем, сиденье включаю, поднимаю его, и в процессе езды оно потихоньку само опускается. Вот только это. Поехали. Так, сиденье я уже отщелкнул. Вам там все равно ничего не видно будет, а вот сейчас я вам покажу. Вот, видите? Так, тут видно? Не видно. Сейчас. Вот эта штучка, вот она, видите? Вот ее находите, оттягиваете и сдвигаете кресло вперед по ходу движения. Не кресло, а подушку. Так, теперь... Теперь смотрим, что у нас тут есть. Вот смотрите, сразу показываю. Вот кнопку отжимаю на подъем, сейчас воздух все есть, сиденье само не поднимается. Надо вот этой большой кнопкой приподнять его. Вот так, да. А так оно должно само. Вот сразу. Как я только отпускаю от кнопки, оно должно само. А теперь, что я нашел? Вон тот рычажок отвечает за этот. Вот его буквально чуть-чуть, когда трогаешь. Вот этот рычажок. Во, все. И оно пошло. Все, вот то есть... Вот этот рычажок, скорее всего, истерся. И этот тоже стерся. Но это уже уровень пола. Второй рычажок, как я понял. Ну, не знаю. Умничать не буду. Я тут, кстати, смазывал. Но... Возможно, это и не нужно было делать. Фик его знает. Сейчас попробуем рычажок снять. Короче, я его уже поддел. Прямо 5 секунд он. Тут как операционный. Вот он. Так. Ну и вот, собственно... Сейчас как бы вам показать. Сейчас. Сейчас, пацаны. Крепочку надо. Кстати, кто... Постоянно, вот я смотрю, пацаны. Кто снимает, не могут сфокусироваться. Обязательно ладонь надо за деталь поставить ладонь, чтобы камера сфокусировалась. Вот, видите, как стерлась вот эта часть. Сейчас я вам покажу. То есть, вот она. Вот эта площадочка. Она должна быть круглой. Она стала плоской. И вот этого миллиметра... Вот этого миллиметра не хватает. Здесь еще у меня... Как бы даже не самое плохое. Вот Паша Иванов скидывал свое... Это видео, что у него с лопаткой стало. У него она стерлась. Вообще этот крючок отвалился. То есть, вообще наглохо стерлась. Видите, как чуть-чуть стерлась и уже все. Сейчас будем... Скорее всего, напаивать. Как Шамиль 8 атмосфер показывал. Гази с Дагестана тоже. Гази-мафия с Дагестана. Так, ну что, вот взял. Обезжирил. Обезжирил тут... Ну, как по видео, так вот. Вот эту штучку обезжирил. Так, хомутик. Черный хомутик. Пластиковый. Последний. И горелка. Сейчас остынет. Подточу его. Интересно, получится. О-о-о. Нет. Не получилось. Все обсыпалось. Так, может... Материал не тот. Сейчас попробуем что-то другое. Так. Взял оплетку от РДВ. Взял пластиковую трубку воздушную. Шестерка, там, восьмерка. И взял... Как эта штука называется? На провода. Гофра. Гофра. О. Сейчас будем плавить. Потом покажу, что получится. Не, не получается, пацаны. То попробовал, это попробовал. Другой хомут. Попробовал. Капает, все. Наплавляется. Потом остывает. И ногтем спокойно отрывается. Не держится вообще. Вот, вроде бы, и обезжиривал. И зачищал напильничком. Тут совсем чуть-чуть. Это со второго. Это с уровня пола, как я понял. Не знаю, вот. И такой хомут был. И такой хомут тонкий. Ну, белым я не стал пробовать. Не знаю, что-то я не так делаю. В общем, что, придумал. Снял оба. Оба рычажка. И с уровня пола. И с подачи. Ну, вот, как я думаю. Я примерно. И получается, что. То есть, воздух этот подается. Все накачивается. Сидушка поднимается. Ну, плавает. Но уровень пола не срабатывает. То есть, она не делает. Но и не опускается. Пока. То есть, во время езды, когда на больших кочках, подушка, уровень пола стравливает воздух, чтобы не было сильных ударов. Да, смягчает подушки воздух. Правильно же я понимаю? И... А второй рычажок подкачивает, ну, недостающее давление. Вот, стертый рычажок второй. Он подкачивает, когда подушка уже пустая. И вот это постоянно, вот эта система работает. Та стравливает, тот подкачивает. Теперь я оба рычажка убрал. И воздух подал туда. Принудительно, да? И все. Получается, я просто на одном уровне, на каком-то на подушке еду. Не знаю, попробую, потому что не получается. Так их обратно ставить, смысла нет. Он будет опять опускаться через какое-то время. И он начинает бить. Это надо постоянно с кресла это подкачивать. Попробую так. Не знаю, что-то буду думать с этими рычажками. Этот блок клапанов в сборе продается. Стоит 8 тысяч в челнах. Вот мне ссылку. Паша вчера прислал. Не знаю, поездим, конечно, недешево, да? Но спина чувствует, что надо, надо, говорит. Так, сейчас попробую показать. Так, надо как-то. Так, вот так он не поднимает. Вот принудительно я вот этой кнопкой поднял его. Вот эти крючки, эти рычажки я не поставил. Вот, она как бы мягко все, но не пшикает. Она должна пшикать, вот. то есть, я думаю, он так будет работать. Я сейчас эти помазал оси. Вот здесь две оси. Здесь тоже чуть помазал. Вот сейчас прям вообще тихо стало. Не скрипит, ничего. Скорее всего, вот так оставлю. Посмотрим. Прыгаю. Испытание. Ну, это, конечно, на ходу только покажет. Кстати, этот подключено у меня от ручника. Вот у меня четырех выводный стоит. как я делал. Это на прицеп, по-моему, идет вообще. Четвертый вывод. И он у меня идет на обдув, пшикалку вот эту. И на ручник. Вот тут с восьмерки на шестерку. Переходник. И работает, работает только в положении снятом. То есть, когда едешь, с ручника снял, тогда воздух пошел. Вот так я сделал. Он у меня раньше был тройник на общую подачу. На общую подачу стоял тройничок здесь. А я вот так сделал, именно, чтобы на ручник поставил, чтобы здесь воздуха не было в сидении. Так, с сидением вроде бы закончил. Насчет масла там человек спрашивал в комментариях. Ну, лукойл вот только взял. Только-только. Я так на Роснефти был уже, не знаю, лет пять, если не больше. Что, сейчас какой-то лукойл, ничего не могу сказать. Кстати, там написал человек с Татарстана предложил масло татнефть. Уже все мы с ним списались, отправит и будет тест масла. Скорее всего, вот это масло не буду заливать пока. Он спросил, какое заливаешь этот 10 на 40. Я ему написал, он отправит и наверное реклама будет или что, ну, не знаю. Роснефти нету в магазинах. Сказали на складах нету, ничего не понятно, почему будет, не будет. И теперь насчет подогрева, электроподогрева. Да, вот очень много пишут, вчера даже там уже говорят. мы тебя пять лет просим, поставь подогрев, не мучай машину. Насчет подогрева и насчет быстрого старта. Вот он у меня здесь стоит на готове. Давайте насчет быстрого старта. Вот смотрите, вот у кого был реально опыт из тех, кто пишет, что быстрый старт это вредно, это плохо. у кого был какой-то печальный опыт с ним? Напишите, у меня из-за быстрого старта сломался мотор. Как, почему? Вот я по своему опыту 10 лет у меня тот КАМАЗ был, который я продал. Вот 10 лет я зимой пользуюсь быстрым стартом. Пользовался. И вот он до сих пор у нового хозяина работает. Алибек, вот салам алекум тебе. Кстати, ролик маленький был после него. все совершенно нормально, ничего никаких на той машине родная поршневая 2003 года. Поршня, гильзы, все родное. Мотор вот практически весь в родном железе. Вот ну пользоваться надо тоже как бы да, с умом. Буквально секунду держишь и все. ну когда брызгаешь продолжительность впрыска секунда. Все. Опять-таки смотришь где-то как заводят дизеля зимой. Вот он крутит и другой человек держит этот баллончик держит держит брызгает брызгает там 5-6 секунд и он прям на нем там ну вот так наверное нельзя. Не знаю. Теперь про подогрев. электроподогрев как бы он недорого да стоит. Ну про ПЖД ладно он дорогой да все все понимают поставь говорят ПЖД этот электроподогрев котел на 220 ты вот дома живешь у тебя здесь есть электричество смотрите вот опять-таки да согласен в принципе штука хорошая ну зимой как бы работа такая вообще непонятная редко что на утро я точно знаю что я выезжаю то есть я сижу дома мне поступает звонок то есть мне нужно включить подогрев и у меня получается нет этих 30-40 часа минут чтобы он подогрелся и не особо не вижу смысла опять-таки мне легче вот это брызнуть так что ну вот как-то так не знаю про установку очень много вопросов идет постоянно спрашивают ну как она ну что она вот будет уже вот скоро скоро совсем по-моему в феврале будет два года уже ей вообще никаких проблем пацаны вообще вот просто никаких работает и сами видите как работаю да вся защита отключена от электричества у меня только сигнал там работает и подогрев сидения ничего не потекло телескоп не согнулся как там ну люди пишут скользуны не стерлись там стоят болты не 12 и 9 прочность а 10 и 9 вот здесь видно вот этот ижеский крановый завод короче рекламу делаем да пацаны рекламу опять что делать ну это конечно два года тоже да можно сказать ни о чем вот здесь под под установкой у меня лопался вот здесь где-то вот здесь шов под под этой вот так вот пополам из кусков было сварено это все тоже ходит хотя вот из камаза с карамой я прилепил уголок вырезал сюда прилепил там заварил там прихватил короче ну тяп-ляп сделал по-быстрому думал сезон доработаю и буду переделать ну вообще короче нормально работает выхлоп выхлоп без вот этих заводских колен без горных этих заслонок и даже без глушителя вот так он выходит сразу покажу снизу вот так снизу выходит у меня и все глушителя нету у меня выход вверх был выхлоп вверх с той стороны бочка большая стояла какое-то крепление там так что-то все было и сделано короче топорно очень и в общем я вот так и делал нормально думал сомневался насчет вот этого от этой гофры думал что-то она какая-то вот от иномара купил метровые куски продаются и на хомуты здесь просто обрезал вот этот уголок заводской здесь флянец был флянец обрезал и она вот так идеально прям плотненько зашла на хомуты посадил и очень легко получилось очень дешево получилось а так мне надо было покупать всю систему выхлопную плюс глушитель вот эти вот гофры дорогие там все же золотое колеса вот тоже что-то ходят и ходят думаю менять не менять их они ходят и ходят колеса купил лежат там вон там 8 колес у меня хороших с работой чуть-чуть повеселее стало и выезжать стал и чуть-чуть хоть звонят цену спрашивают а так вообще глухо было ну снег вот сошел чуть-чуть и начали шевелиться хотя как бы не не жарко по ночам что-то 7 8 градусов не любят у нас строить когда холодно так что вот как-то так не знаю все наверное пока я все но не что